Российская балерина Анастасия Волочкова побывала в студии провокационного шоу «Секретный миллион», где рассказала, что в ее жизни появился новый мужчина. Реклама по словам артистки, теперь она по-настоящему счастлива. «Этот год принес мне самое главное – встречу с человеком, который очень дорог для моего сердца. Он яркий человек, через многое прошел в жизни, пережил немало взлетов и падений, это нас объединяет. Мне с ним очень хорошо». Балерина рассказала, что познакомилась с новым возлюбленным на встрече общих знакомых. По ее словам, это не было любовью с первого взгляда, отношения завязались постепенно по велению сердца. Известно, что избранник Волочковый обеспечен, он не москвич, но в настоящее время живет в Москве. Кроме того, балерина подчеркнула, что ранее он не состоял в браке. У него никогда не было семьи, и в этом нет ничего странного. Ведь многие женщины живут с мужчинами только ради денег, или мужчины, которые женаты, изменяют своим женщинам направо-налево. Что лучше, такая семья или свобода? Он просто насмотрелся на лицемерие своих знакомых, и хотел, чтобы у него все было по-настоящему, рассказала она. Скандальная танцовщица отметила, что ее новый мужчина очень ревнив, и они уже несколько раз ссорились. Волочкова также рассказала о том, как складываются отношения ее нового избранника с 13-летней дочерью Ариадной. По словам Анастасии, девочка ревнует, ей хочется, чтобы мама принадлежала только ей. Балерина призналась, что справиться с возникшими трудностями в семье ей помогают длительные разговоры по душам. Волочкова убеждена, что со временем ей удастся объяснить дочери, что быть одинокой для нее невыносимо, и та со временем все обязательно поймет. Ранее Волочкова высказалась в поддержку известной телеведущей Ксении Собчак, которая на днях схлестнулась в матерном инстаграм-баттле с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. По словам балерины, их дружба с Собчак длится уже лет 20. Имея большой опыт общения с фейтерами, Анастасия отметилась в комментариях под гневным постом Собчак в адрес Шнурова, Ксюша, забей на всех. Ты замечательная. Счастье тебе. Помимо Волочковой, на резонансную тему конфликта между телеведущей и шоуменом высказался депутат Госдумы Виталий Милонов. Будучи одним из главных противников использования мата в публичном пространстве, он не мог остаться в стороне. По его мнению, подобную форму публичного неуважения к обществу следует наказывать как минимум огромными штрафами. «Мат в общественном пространстве — это деградация, прежде всего культурная деградация. Материться в общественном месте — это, извините, как публично справлять нужду. И я бы даже поспорил, что более деградантски выглядит. Возможно, это даже хуже, чем публично испражняться», — заявил Милонов в беседе с Фан. Своим мнением также поделился другой сторонник введения наказаний за использование нецензурной лексики на ТВ и в интернете, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян. «Недавно я принимал участие в федеральном эфире на ТВ, и впервые идея о многомиллионных штрафах для публичных людей за мат была озвучена именно там. Речь шла о любых публичных проявлениях неуважения к обществу, как в интернете, так и вне его. Однако меня беспокоит именно обилие мата от публичных людей в социальных сетях», — заявил Манукян. У них десятки и сотни тысяч, даже миллионы подписчиков. Не открою большую тайну, если скажу, что лидером по части злоупотреблений нецензурной лексикой является Шнур, а его последняя матерная стихотворная перепалка с Ксенией Собчак в соцсетях является ярким примером того, за что стоило бы накладывать крупные штрафы. Напомним, что конфликт между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак начался после того, что музыкант опубликовал в своем инстаграме стихотворение, предположительно основанное на слухах о разладе между Ксенией и ее супругом Максимом Виторганом.